Вот так тебе ты смотришь в середине, это не фонтан, это скорее фонтан. Искать отличия в снимках разных лет дело интересное. За годы многое изменилось, город вырос, появились новые дома, улицы и даже микрорайоны. На выставке представлено 48 фотографий, которые наглядно рассказывают об истории города и как он развивался последние 50 лет. Вот, например, на этом снимке представлена улица Заводская 1957 года. Сегодня она выглядит совершенно иначе. Организовать такую экспозицию ее главному идейному вдохновителю Владимиру Меншову помогали местные краеведы. Фотографии прошлых лет были взяты из фондов историко-культурного центра, а вот современные снимки делали в этом году Владимир Степанович и его коллега и друг Георгий Митрофанович Абраменко. Они постарались запечатлеть городские улочки и скверы с тех же ракурсов и точек съемок, которые отображены на старых фотографиях. Все ведь познается в сравнении от того, как было и что было. И вот сейчас ведутся разговоры о старом городе. А почему вдруг о старом городе ведутся разговоры? Ну, потому что он и был основой нашего сегодняшнего города. Продуктивно проходила подготовка к выставке и для самих сотрудников историко-культурного центра. Им удалось узнать много интересных фактов о городе. Старожилы рассказали о том, что, оказывается, первое время у Дома культуры не было фонтана. Мы считали, что он сразу был. Оказывается, фонтан появился гораздо позже, в 58-59 году. А сам Дом культуры был построен в 54-м году. А уже затем появился памятник Ленин. Ольга Федоровна с ностальгией вспоминает свои юношеские годы. Видно, она приехала в 50-х работать на Коксо-газовый завод и принимала активное участие в строительстве домов на Заводской улице. Эти дома я строила. На стройке работала 40 лет. Выставку разместили в сквере «Юность» не случайно. Во-первых, он находится на одной из старейших улиц города – Заводской. А во-вторых, это одно из любимых мест отдыха видновчан, которые, прогуливаясь здесь, могут познакомиться с историей родного края. Кто-то находит себя на снимках, своих родственников, они к нам обращаются. Мы им даем эти фотографии, потому что каким-то образом у них в архивах этих фотографий почему-то нет. Экспозиция продолжит свою работу до конца сентября.